добрый вечер дорогие друзья сегодня у нас самый обычный выпуск шашек с галаевым только без галаева и сегодня у нас будет уникальный гость о котором я константин нагаев хочу рассказать впервые он был замечен в южном казахстане на полях вот но после чего встретил доброго гудвина который дал его мозги избавил от лишнего веса далее таксуя по родине он переместился в южную столицу нашей страны город герой алмату где открыл небольшую компанию по производству офисной мебели после чего у него резко ухудшилось зрение и некоторые даже говорили что он скончался после чего активные занятия спортом а также караоке сделали из него нормального человека ту самую няшку которую любят все девочки от агадыря до толды кургана сегодня у нас в гостях у шашек галаева собственно сам галаев добрый вечер дорогие друзья сегодня как я уже сказал шашка галаева сам галаев де-факто получается что у нас два голова за одним столом то есть я не знаю как это очень элементарно потому что так как шашки галаева де-факто сейчас галаев я а так как гостях галаев да юра ты да я не юра саша вот и познакомились один ногаев добрый вечер прежде чем начать пытать тебя и рассказывать чем мы будем сегодня заниматься я хотел бы поздравить тебя с днем рождения прошедшим буквально на днях и надеюсь что прошедшим и подарить тебе как раз таки вот этого чудесного зайца он будет развлекать тебя я показываю не той стороны видите потому что стоит страну и там 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 логотип компании ну ладно конечно вот всем для ляля ляля вот это этот заяц то есть он имеет очень сказать хорошее применение в быту то есть его можно катать его можно не катать его можно ставить на папа а если уж совсем будет плохо с дровами зайца можно запалить заяц это прошлогодний но если его раздраконить и обращусь если что да по этому поводу я не умею просто раздраконивать зайцев сегодня мы будем играть с тобой в пятнашки я не знаю что это те же шашки в которых никто никого не рубит и твоя задача длинная позитивная пацифистская игра в которой задача стоит перенестить свои шашки на сторону противника тупо вот перейти вот этот грамм последний поставит свои шашки так же как и они стоят здесь тот и выиграл но прежде всего я предоставляю тебе право первого хода а то есть ходят все так же остальным абсолютно не то есть когда ты просто переходишь фишку ты не рубишь не снимаешь состава все поперли вот так и так александр галаев хуй из места галаев кто ты смысле ну кто я ну вот саша галаев меня зовут я представитель партии мы верим в кузнечиков адепт южно-казахстанского течения воинствующего философского карта пойму этого пою в караоке играю на гитаре и волосатый просто волосатый из района санька вот как иммигрантами гранту вопрос вот ты приехал в алмату а смысл а барабанщика в чемкенте не было просто и мы поехали сюда вместе с моим басистом на поиске так сказать и нашли и остались ну да ну мы как как бы да то есть мы гражданство на подданство да не меняли но в любом случае чемкинский гражданин чемкента да это это все равно просто ну естественно здесь как бы музыка занимаемся здесь больше концертов так далее и тому подобное а постоянно ездить был из чем тента неудобно мы решили ну здесь чуть-чуть потусуемся делай ход так вот и соответственно отсюда вытекает вопрос миссия голаева титром уходящим в темноту и дала его вниз и спустился голаев наверно я думал ты действительно подготовишь какие-то другие вопросы оказывается я попал в ту же самую ну ладно так миссия меня знаешь какая должна быть ну вот сейчас период моего 30 лет дед пердет до пи пи осмысление какого-то все больше и тянет к какой-то очень стандартные миссии опять же этой человеческой такой где дети где семья где потом искупление грехов там да 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 а чуть чуть раньше буквально то есть вот он я стою такой на меня софит и я весь в поту трусы там женские летят из зала буквально и зал то огромный большой трусов соответственно много и потом больница я лежу закидали трусами сломался перелом это не другая но в общем в целом я думал что это будет что-то связано с рок-музыкой так или иначе казахстанской рок-музыкой и в конечном итоге чем кент и чем кентский рок он должен будет стать каким-то то есть каким-то не просто вот нет такого сейчас понять казахстанский рок есть русский рок зарубежный рок я хочу чтобы моей миссии было заложено какой-то вот кирпичик вложить в это понятие казахстанский рок чтобы вот он брал что такая миссия у меня да хорошо ответил непонятно запутанные потерявшись где-то посередине но но это я но зато без единой паузы это же отлично ну и соответственно тебе в ответку приходишь да тебе в ответку следующее то есть задачи гола его на задачи гола его не просто задачи голова а задачи гола его на 5 лет 10 лет и 20 лет вперед ровно о здорово клево ну вот на 5 лет однозначно есть мы сейчас с барабанчиком снова начали только что играть на 5 лет это ближайший год стать прямо вот такой группой который вот сейчас мы себя начинаем ощущать то есть людьми настолько процентов понимающим друг друга соответственно из этого и выльется правильная музыка хорошая которая мы будем чувствовать вместе соответственно записать ну как минимум три альбома на пять лет я не говорю что пять или десять три это не как минимум я как максимум и правильно к максимуму три альбом три хороших альбома за пять лет это здорово и считаем вот ну и сделать много интересных новых концертов то есть таких форматов которых мы не делали до этого это какие-то в других городах на других площадках на больших площадках других странах и так далее на десять лет на десять лет посмотреть на плоды вот этой пятилетки но сейчас уже сороков не будет ну да вот через десять лет вот эта пятилетка 30 35 лет что я сделать через это в 45 лет я хочу увидеть плоды вот того что я сделал 35 потому что вот с 35 я так понимаю уже что-то делать это нужно уже будет с какой-то основой который до 35 наверно сделать а еще насколько ты скажешь на 15 20 еще на двадцатку там уже все колесом сам смеешься понимаешь я не знаю я даже не предполагаю что и безусловно видишь я так так как тут вступил в какие-то ритуальные отношения с женщиной то есть и женились поженились замуж вышли как-то там ну как до каждого стоит то соответственно там в эти пятилетка десятилетка и двадцатилетка вложены и вот эти понятия в пять лет действительно уже потомство какой каким-то обзавестись сто процентов план на пятилетку на десять лет вложить в это в эту пятилетку опять же какой-то смысл то есть чтобы у него что-то появилось а вот на 20 я опять же не за это как бы слишком далекий планы для меня узнать что через неделю только что вы узнали что галаев недалекий человек но при этом при всем скажите мне уважаемый а вот как бы вы хотели закончить свои дни вот конечно же суда над этим понимаешь что как угодно бы кроме чтобы не было в этот момент не было за себя стыдно ну то есть вот так чтобы не было ощущение когда ты покидаешь тот мир что типа какой же я вообще поле чтобы уходил и как-то понимал что ну в целом нормально что-то закончено что-то хотя бы сделано вот так чтобы не было как-то по сути лет у тебя еще есть так 30 пока реализовывать все эти планы кто его знает то есть с другой стороны выкинь что может быть еще и достойнее вот где-то там 33 там 35 как настоящий рок-н-ролльщик захлебнуться собственные болевоты там или выше 5 литров гейс гидробовик да ну например то то есть но это правда уже все минуло это же 27-летний кризис у рок-н-ролльщиков так так что меня видимо придется мне пилить блюзы ну что же давай твой ход надо занимать какие-то позиции жизнь а тут же не рубят что же тут рубят то есть русал не рубят рубят но по-хитрому я же тебе сказал смотри я тебе покажу вранье моя игра мои все пожалуйста это просто переходишь раз а переходишь на не рубишь на время ничего не убирается нет нет все все для тебя у нас сегодня играть чисто по-пацифистки по нашему по-пацифистки ну и следующая традиционная для меня галаева рубрика папа все очень хочется чтобы господин галаев сказать один из самых лучших джаз водистов в этой стране говорите говорить еще что-то еще есть у вас да и один из лучших джаз водистов в этой стране шикарный музыкант и практически ходячий рекламу head and shoulders а чтобы он просто сейчас спел наташу королёву желтые тюльпаны вот так высохли фонтаны лето кончилось нежданно желтые тюльпаны ты мне даришь как ни странно знаешь ты сам как жесток этот прозрачный намек желтые тюльпаны желтые тюльпаны вестники озлуки цвета запоздалой здесь вместе утренней звезды утренней звезды желтые тюльпаны и я думаю что кто то должен сделать ход по моему это это ты и он делает этот ход А я, соответственно, делаю ход ему навстречу. Раз, два. Как так? Я перехожу через все фишки. Через черную. Ой, черт возьми, он запалил меня. Ну ладно, пойду так. Слушай, я даже твои правила мог бы сказать так, тоже можно. А сегодня у нас в гостях представитель Монгольской академии наук Мамуда Валахан. Здравствуйте, Мамуда. Здравствуйте. Что с голосом-то? Я не знаю, я простыл, недавно катался лыжи. На кой вам в Монголии лыжи? Вопрос, Мамуда, скажите, какие последние изобретения монгольских ученых, да, крайние даже, я бы сказал, изобретения монгольских ученых, стали действительно прорывными для не только Монголии, но и всего мира? Ну, я думаю, всем известно будет сейчас, на сегодняшний день, что наши монгольские не имени Рисмана, они достигли большой фантастический успех, я бы сказал, изобретение бубен. Шаманский бубен, ритуальный бубен, различный бубен. И я считаю, что прорыв среди бубна у нас в стране и во всем мире, конечно же. Помимо этого, прошли слухи, что ваша академия принимала непосредственное участие в разработке андронного коллайдера. Скажите, это был сложный процесс? Для меня не сложный, конечно, был процесс, но теперь в институте, конечно, на меня все косятся ходят, что мы, лутки нет, процесс с андронным мы с коллайдером все это. По данным полученным, так сказать, из псевдо-достоверных источников... Я не был в психушке, нет, нет. Моя ходить? Твоя ходить, да. По достоверным источникам вам удалось разогнать нейтрино до скорости, близкой к скорости света. Света я не трогал, если честно, ни три, ни раз, ни два, ни... Ну, может быть, два, но не три точно. Никакой не разгонялся, может, не сильно. И какие планы, уважаемый Мамуда Валахан, у вас на следующий научный, соответственно, год? Мы сейчас работаем над разработкой новой таск-клин-бубен. Таск-клин будет, будет там выход интернет, Wi-Fi. Ну, все новые технологии, там будет это, конечно, но только, конечно, через наш iStore. iStore. Только через... iStore. Да? Да. Это тот бубен, тот самый бубен, про который мне говорили, который можно увеличивать и уменьшать просто пальцами. Ну, там не просто пальцы к нему, ай молоток, ай гвозди, все будет, у вас комплект сразу, так, большая коробка можно, но вот подрек, сразу, понятно, большой подрек. Если гвозди будут ржавые, можно всегда скачать обновление. Ай утечка была, по-моему. Да, да, все-таки в монгольский интернет просочилась некоторая интернет. Все равно никто повторить не сможет, мы по этим не стесняемся. Следующий у меня вот здесь подсказывает мне мой iList, что следующей рубрикой у нас пойдет рубрика «За базар ответишь». Ты сказать, помнишь, ты мне припомнил, что я карагандинец, а я тебе, соответственно, припомню, что ты хотел поднять на нужную волну чемкентский рок, сделать это настоящим мейнстримом, чтобы это джаз вода... ...каждого аппарата со стаканом за пять копеек, и каждый мог утолить свою творческую жажду. Так вот, я прошу тебя сейчас ответить за свои слова. Конечно. Ну, конечно, то есть... За чужие я не знаю. Я думаю, вот как бы тебе ударить побольнее, вернее, повесить тебя в воздухе. Я уверен, нашел ты там что-то. Ой, нашел. Ваш текст? Да, это мой, да. Да, вот теперь я прошу вас при всем честном народе воспроизвести это, а потом объяснить, чем была обоснована эта великолепная, действительно творческая, очень тонкая и крайне взвешенная с точки зрения литературного подхода соплижуйства. Нет, 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 там другой был мотив. Походи, да, ты походи, пожалуйста. Сейчас, мне надо мотив исполнить. Ты походи, и потом... Когда ж... Подожди, как же там? Когда ж, что ты сегодня не со мной? Ну, ладно, давайте я прочту, короче, я не буду петь, потому что я не исполню мотивы. Да, это я. Невесом за туманом мертвый свет фонарей, что смотрит мне в окно, где я помню о тебе. Новый день придет, и я бы мог его любить, будто я всегда здесь был один, но я помню о тебе. Дальше идет припев, я помню о тебе, я помню о тебе, эта мантра такая, я помню о тебе. Пустота там, где ты была. Я тогда не знал, что ты все, что было у меня. Все, что было у меня, я разбил на осколки острых чувств. Медленно, медленно двигаясь ко дну. Наверное, я тону. Боль раскаяния гнет, словно ветер к земле. Одиночество солнца закрыло, и я плачу о тебе. Я плачу о тебе. Я плачу о тебе. Ну и что, ты мне, вот теперь давай рассказывай, какие исторические может быть события, возможно это все-таки нашествие поляков на Русь, а может быть просто подорожание гречки на базаре отразились. Я плакал по гречке, честно, потому что я люблю гречку и такие цены, господи, еще немного и я буду стоять как самолет. Нет, это безусловно же не очень, скажем так, с точки зрения социальной стоимости или взвешенности текст важен для кого-то. Это действительно сопли и слезы, обычный такой эмоционный текст, в котором я вспоминаю какой-то свой замечательный секс, отношение, девочку какую-то. А большинство текстов в нашей музыке, они в моей жизни. Я живу порог в 30 лет и понимаю, что хороший текст это то, что уже надо вспоминать, видимо. Нет, смотри, то есть каждая песня это вообще практически воспоминание какой-то любви. И там в любом тексте порыться, ну вот он так, как голый смотрится без всей этой музыки, без всего этого. Это жирок, это нормально, мне кажется. Что это жирок? Это рок-рок. А, вы послышали. Жирок народ, да. Вот, ну здесь, соответственно, образы в споре кое-какие. Я сидел, пил виски, смотрел, туман, вообще туман я очень люблю. И вот в тумане фонари, они такие прям такие. С жирком? Да, с жирком их не видно, а видно от них какой-то свет, просто там какая-то такая туманная штука светящаяся. И я вот вспоминал ее, понимал, что мы теперь с ней никогда не можем быть вместе. По разным причинам. То есть это же сублимация. Может быть я сам сказал, э, короче, но чтобы песню на э, короче не напишешь, это же не будет трогать никого. Поэтому нужно там сублимировать немножко. Ну что, подруга подкинула проблему, звука очень неплохая. Ну это веселая песня, а это грустная песня. Ну да, это же грустная песня. Ты все, что было у меня, а я все, что было, разбил. Понимаешь, там вообще такая? Все, что было у меня, я разбил на осколки острых чувств. Вот эта фраза у меня, осколки острых чувств. То есть как бы на всякие вот такие острые моменты. Уже нет глубоких чувств, они острые. Просто какая-то мелочь. В общем, секс, разврат, один сплошной эффект. Такая душка. Медленно двигаясь ко дну, понимаешь? Я себе отдаю отчет, что с ней бы, может, у меня была любовь какая-то. А на самом деле, вот я разбил все это. И медленно двигаясь ко дну. Наверное, я реально тону. И тут понимаешь, что вот тут, там у меня такая перемена музыки. Боль раскаяния. Подожди, подожди, сейчас. Я вижу, слезы уже поступили. Сейчас. Боль раскаяния гнет, словно ветер к земле. Одиночество. Солнце закрыло я. И так, что у тебя нашлись вроде бы. Но солнца нет уже. Уже все. Извини, потерялся. И я плачу о тебе. И все. И аж я уже плачу там. С музыкой вместе. Это даже смотрится как будто. А ничего, Санек написал. Ну да. Главное, Градскому не показывать. Ну что, продолжаем добивать, в общем-то, наверное, Гаваева и его традиционным Блицем. Но прежде чем мы дойдем до Блицы, давай поиграем немножко. Там же Блиц как? Можно ходить и играть? Можно ходить, да. Но мы с тобой вообще мало ходим. Я заблокировал центр, ты стоишь там как… Оказывается, ты заблокировал центр. Просто они тут стоят. Оказывается, у тебя и так это называется. Переступи. В смысле переступи? Через вот эти двойные фишки. Переступи порок. Переступи порок. А, вот оно в чем дело. Это называется заблокирует центр. Не, ну почему я туда пойду? Нормальные герои всегда идут по входу? Это же естественно. Переступи. Поверь, я вот ты не боюсь и я там… Не, я понял. Это провокация типа. Переступи. А может мне надо переступать? Да, ладно. А, переступи, да, типа. А я вот туда пойду. Нет. Ромада, Топис. Перхоть не мучит? Не мучила, честно. Я помыл каким-то там специальным средством. Как жена появилась, все сразу узнал ее, понимаешь? Да. Что надо делать? А узнал в первую очередь, что перхоть мучит? Нет. Узнал, как от нее избавиться. То, что она… ну да, вообще с другой стороны мучит. Вышел с похмелья такой… Умылся перхоть. Умылся. Перхоть. Черт, значит, с этим делать. Хорошо, любимый фильм? Не может такого быть. Просто вот первое в голову. Вот сейчас. Любимый фильм Галаева. Галаев ТВ представляет. Покровский ворот. Покровский ворот. Замечательный выбор, кстати. Если бы ты был моряком, куда бы уплыл? Рио-де-Жанейро. Обоснуй. Сколько там миллионов и все в белых штанах? Тоже хочу в белых штанах. Хорошо. Самый твой лучший подарок на Новый год за жизнь? Мне, который подарили или я? Который тебе подарили. Который мне подарили? Новый год. Что, мне дарили какие-то подарки? Ну, наверное, маминый или папин. Подарок какой-то из любых маминых, папиных подарков в течение моего детства. Потому что они все были желаемые и офигенные. Сейчас я не помню. А тогда-то они были самые лучшие. А потом, после этого, что-то их не было. Таких прям подарков на Новый год. Очень величный. Какие акции рекомендуешь покупать в следующем году? Акции? У меня сразу работают какие-то акции, промо-акции, что ли. Я думаю, что, как и обычно, в цене будет нефть, золото, добывающие компании, безусловно, металлургия, сырьевой сектор, конечно же. В зерно вкладывать? В зерно? Нет, я обнестал. Потому что будет у нас год-то не очень урожай, 2012. Вы слышали только что прогноз Галаева. Не верьте мне, я так просто дуриваюсь. Закупайтесь мукой, сахаром и спичками. Галаев помер и вдруг родился. В следующей жизни где? Я, ты? Я. Родил в следующей жизни. Я вообще… Где и кем? Конечно, против вот этих всех… Ну, вот так случилось, что… Восточной вашей вот этой вот философии. Почему нашей? Ну, потому что я как бы христианин. Я тоже христианин, но вот мы же все знаем, что… Все, ладно. Я понял. Родился где бы я в следующей жизни. И кем? И кем. Мое невероятное желание жить в роскоши и ничего не делать, конечно, я бы родился где-нибудь в Верхнем Иссайде в Нью-Йорке. Да, и просто бы вообще как хорошо. Так хочется. Честно, ну чего врать? Не хотел бы я, конечно, быть героем Че Гевара. За какую футбольную команду будешь болеть на Евро-2012? Ордабасы. Что, знаешь, да? Шемкенские наши пацаны. Отлично, да. Оле-оле, Ордабасы, вперед! А если не пройдет, мы знаем… Как? Шахтер-чемпион этого года. Потом поговорим. Да, ладно. Ну и, собственно, как господин Галаев собирается встречать Новый год? Я пойду со своей супругой в Прагу. Прикинь, какая банальная штука. Ну так это замечательно. Прага, волшебно, снежно… Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан… Никакого карагандинского раздолбайся. В прошлый год, как я встречал, ты бы знал, в Караганде, в квартире… 52 человека, короче… Это была двухкомнатная? Трех даже, по-моему, была комната. Долгощиковали просто. Дело не в том. Дело не в комнатах. Комнат никто не видел. Там их не было, по-моему, все сквозь стены ходили. И это продолжалось в течение пяти дней. На пять минут, может быть, заканчивался этот… Все остальное время все так. Поэтому в Прагу… Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан… Веди ее в номера! В Прагу, в Прагу! Кричал пьяный Ипполит Матвеевич. Оставь людям пожелания, Галаев, ты стольким людям вытрепал мозги за эти предыдущие 13 выпусков, что уже, наверное, пора покаяться и пожелать людям на самом деле, что ты им хочешь пожелать. Что я хочу пожелать? Я действительно… У меня есть одно такое универсальное пожелание, как напитанная энергией определенная тоже, там, слово «форма». Счастье и чудес хочу я пожелать. Мне кажется, что в этих двух словах вкладывается все, что хотелось бы пожелать самым близким людям. Счастье и чудес. Жизнь была бы интересной, если бы были две эти вещи, мне кажется. Вот. А и как бы смотрите эту программу, может быть, она в будущем году станет интересней. Ну, как вы понимаете, сейчас была немеренная доля оптимизма, влито практически в последние слова. Сколько мог, все в песню ушло, просто остальные весь пойти оптимизм. Давай доиграем. Давай. Сашка! Саня останется с нами, останется с нами. Нет, я просто хотел, да, на мировую пойти, да? Ну, ладно. У тебя хорошая пайка. Хадок. А у меня есть. А, ну, ходи, ладно. Все, последний. Все, последний. Все равно ничья как ни крути. С наступающим. Ну, ладно, ладно. Террен согласился на ничью. Да, но все равно твой один чел прижат к борту. Ладно, ладно, я понял. Тебе просто возраст не позволяет признать себя. Так, а подожди, там исход-то был у тебя какой-то в игре? У меня-то понятно в программе. Ну, в общем-то, как бы задача и не стояла. Пойдем нажремся. Да, то есть, пойдем нажремся. Чего стесняться? Такая осень, да. Не жаль березку, не жалко кленов. И нам не жалко. Возьмем палену. Все. Я была в камеру. С Богом. Ну и, собственно, зачем в камеру? В камеру я скажу другое. Это был Константин Нагаев, и я выполнил таки свое желание, которое загадал Галаеву, когда он мучил меня. Я хотел мучить его, и у меня удалось. Чудеса сбываются под Новый год, ребята. С Новым Гором! С наступающим вас всех! Арт Парабос! Телевизион.